Всем привет! Сегодня мы с экскурсоводом совершим увлекательную экскурсию в усадьбу Салтыковых-Чертковых, которая находится на Мясницкой. В здании сейчас находится новый театр, который ставит постановку «Лубянский гример». В новой театре Эдуарда Паекова играет здесь спектакль «Лубянский гример». Иммерсивный спектакль, который тоже представляет собой какую-то своего рода бродилку, экскурсию по этим залам. Тем не менее, это спектакль, в котором происходят события, сюжет развивается, и, естественно, зрители заняты именно этим сюжетом и историей. А мы понимаем прекрасно, что сама эта усадьба, она кладезь сюжетов, историй. Для нас очень важно, что за последние, наверное, 15 или 16 лет эта усадьба была в течение этого времени закрыта для посещения, так что, проходя по Мясницкой и глядя на это потрясающе красивое здание, конечно, необыкновенно, всем очень хотелось туда попасть внутрь и узнать, что же здесь такое было и что же здесь есть сегодня. И сегодня это будет путешествие по усадьям Салтыковых-Чертковых, но и по новому театру. Действительно, это здание, оно как бы, многие его называют, такой же мчужиной архитектурного ансамбля Мясницкой улицы, который сама по себе держит мчужиной архитектурной Москвы. В том облике, в котором вы сейчас ее видите, его принято считать, датировать 1787 годом. И связывают работу по этому особняку, по строительной работе, с именем Салтыковых, естественно, это объект в узком наследии, и он считается памятником истории и культуры 18-19 веков. Архитектору, тем не менее, русскому архитектору Семену Карину. А зашли вы на крыльцо, и по обе стороны от вас были пандусы. По ним езжала Карина с одной стороны, и выезжала с другой стороны. Потому что здесь, когда этим особняком стали владеть аристократы, представители очень-очень древней и уважаемой, и, я бы сказала, приближенной к императору, фамилии, вообще все владельцы этого дома, аристократы, были очень приближены к императору. И Салтыковы, и следующие владельцы, и усадьбы Салтыковы, давали здесь балы. Я приглашаю вас в готический зал. Во второй, скажем так, четверти 19 века возникла мода на псевдо-готику, на готический стиль. Таким образом возникла вот эта псевдо-готика, и мы здесь видим ее атрибуты. Это устремленность ввысь, это вот эти конусообразные завершения зеркал, окон и дверей, дверных конструкций. Обратите внимание, что некоторые двери настоящие, некоторые двери это фальш-двери, они никуда не летят. Это работа русских мастеров с 40-х годов. Это сделано русскими мастерами. Эта усадьба, это сценическая площадка. Одна из самых больших сцен в российских театрах, вот сцена Большого театра, она занимает площадь 450 квадратных метров. Ну, вот это вместе с агерсцены, да, и вот со всей глубиной. Площадь нашей сценической площадки, по которой мы с вами пройдем, 1600 квадратных метров. Зубовый зал. Александр Дмитриевич Чертков, он начинает собирать книги. И собирает их очень успешно, и по очень интересному принципу. Значит, скупает он их по всему миру. Коллекция его к моменту, когда он уже ее передал в наследство своему сыну, составляла 22 тысячи тонов, и на 28 языках. Это были книги, в которых так или иначе упоминалась Россия. Это могла быть география, история, религия, все что угодно, тема могла быть любой. Чертков открывает библиотеку, и туда приходят люди. Какие люди? Александр Сергеевич Пушкин, Забоскин, автор Юрия Новославского, Гоголь, Николай Васильевич, люди приходили сюда, читали здесь книги и работы. Пушкин изучал историю государства российского, он изучал это для Палачевского, историю Палачевского библиотека, а позже уже, на следующем этапе, здесь работал Лев Николаевич Толстой над романом «Война и мир». Вот такие люди были здесь, благодаря Александру Дмитриевичу Черткову. Забегая вперед, скажу, что он оставил защищение своему сыну, очень строго, так сказать, инструктировал, как вступить к городу, и с ним абсолютно все исполнил. Библиотека была передана в уже официальном виде публичном, то есть он ее как бы пожелал городу, и она переместилась в Пашков дом. Это румянская библиотека, да? И затем уже из нее она, вся коллекция стала основой государственной исторической российской библиотеки. Итак, перед вами спортный двор. Дорогие, да, вот вечером, примерно, а тут я, потом, ну, что я, и каждый раз, да-да-да, если кто-то видел нашего спектакля, лыбянский гривен, я всех приглашаю. Значит, вот здесь сюда приезжают вечером козочка и куры. Они здесь размещаются, вот, реальные, совершенно живые. А откуда приезжают? Они приезжают с фермы, у них есть хозяева, да, они есть в афише, они заявлены в афише. Они заслуженные и народные. Они получают гонорар, причем этот гонорар, у нас артисты завидуют, гонорар, который получает козочка. Это и усадьбы, в этих же самых границах, на том же фундаменте. Владели очень родовидые князья Долгоруковые. Князья Долгоруковые – это действительно реально древний русский род. И они относятся к роду, относились к роду Рюриковичей. И владелец вот этого поместья, он был Рюриковичем в 25-м поколении. Его мы тоже помним, как владельцы этой усадьбы. Смех – это враг, абсолютный враг двух вещей. Вот просто смех убивает две вещи – это страх и эротику. Вот там, где есть смех, все, там не сработает ни настоящая любовь, ни настоящий ужас. Вот, поэтому здесь была установка у Эдуарда Боякова – сделать все предельно, предельно реалистично. Для нас, для нашего сознания, для нашего менталитета, вот эта вся лепнина и вот камин, который вы увидите, – это все старинное. Потому что мы с вами живем в интерьерах Икеи. И поэтому вот все, что у нас, вот уже там лепнина, здесь какой-то камин, все. Это все вот. На самом деле я представляю себе, как эклектично это воспринималось в начале 20-го века. Потому что лепнина, вот она, таких же тоже, середина 19-го века. А камин сделан по эскизам еще одного мастера эпохи модерн – Михаила Вругеля. Дело в том, что в 86-м году, уже после того, как Чертков-младший вступил в наследство, после того, как он передал библиотеку городу, и после того, как он в 1871 году продает это имение, владелицей становится купчиха Раиса Обидина. И вот эта самая госпожа Обидина обозначает совершенно новый этап в жизни этой усадьбы, да и вообще всего мира. На смену аристократам, на смену дворянам, для которых это было место проведения балов, библиотек, каких-то концертов, встреч, общения с Пушкиным. Для купчихи Обидины это источник бизнеса. И покупает она это имение, эту усадьбу, именно как источник бизнеса. Могу вам сказать, что она заплатила за него 750 тысяч рублей. Чтобы было понятно, что это такое, 750 тысяч рублей для того времени, примерно в это время, чуть позже, Антон Павлович Чехов покупает Мелехова. Вот он за Мелехову заплатил 13 тысяч. Представляете, за целое имение, с землей, с усадьбой, да, он загородную, он платит 13 тысяч, а здесь она платит 750 тысяч рублей. Естественно, намерение делать деньги на этом здании. А это тоже понятно, потому что, смотрите, 80-е годы 19 века. Электричество, инженерные коммуникации, канализация, вентиляция. Новые требования к зданиям предъявляются, инженерные, для того, чтобы все это сделать, для того, чтобы все это вмонтировать, инсталлировать, нужны капиталы. Естественно, эти дворяне, эти аристократы, они ничего, они этого здесь сделать не могут, и появляется новый класс, да, новый передовой класс коммерсантов. Камин отснимался в кино, в культовом фильме советского времени, в фильме «17 мгновений весны». Значит, если кто помнит эпизод сепаратных переговоров американцев с немцами, да, по поводу возможности заключения сепаратного мира без участия Советского Союза. Вот эта сцена, ну, как бы в Дерне, она снималась здесь, возле нашего камина. Давайте послушаем, дорогие парадичи. ПЕСНЯ 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 А здесь, конечно, находясь вот в этом крепостном театре, а мы должны каждый раз благодарить Михаила Семеновича Щепкина. Михаил Семенович Щепкин, выдающийся русский артист, который был крепостным, он был крепостным графом Ольгенштейна. Его мастерство было таким, что уже когда он стал в статусе свободного артиста, его приглашали самые разные антрепризы на разные сцены. Потом он уже работал в Малом театре, как мы знаем, именем его назвали, именем институт театральный при Малом театре. И вот однажды Михаил Семенович Щепкин приезжает по приглашению графа Каменского в Орел, в его театр крепостный. Это был один из самых знаменитых российских крепостных театров. И вот Щепкин получает приглашение на два спектакля. Он приезжает туда, отыгрывает первый спектакль и понимает, что больше он оставаться здесь не может. Потому что оказалось, что вся вот эта вот ужасная совершенно репутация графа Каменского, которая, конечно же, доходила так или иначе до и Москвы, и Петербурга, и других городов, о том, что он беспощаден по отношению к своим крепостным артистам, что весь его театр зиждется на пытках, на издевательствах, на унижениях, на пороке, потому что он превращал своих юных актрис в наложницы, что он их наказывал самым бесчеловечным образом. Все это оказалось правдой. И когда Щепкин это увидел, он демонстративно садится в карету и уезжает в Тулу, и демонстрирует, что он не останется здесь, потому что для него это невыносимо. Более того, вернувшись в Свояси и общаясь со своими знакомыми друзьями, Щепкин рассказывает об этом направо и налево. Он просто делает это публичным достоянием. И в результате этих его рассказов два появляются произведения великих русских писателей. Это «Сорока-Воровка» Герцена и «Тупейный художник» Брискова. «Тупейный художник» Брискова в полной мере основан на рассказе Щепкина. А спектакль «Любянский тримёр» самым главным источником литературного него является именно этот рассказ. Поэтому спасибо большое Михаилу Семёновичу и за эту тему, которую он поднял и которая имела очень большую раскрутку тогда в России и привлекали к ответственности людей, проявлявших такую жестокость. Ну и за то, что он дал тему нашему спектаклю. Здесь вот висят афиши, которые скомбинированы, да? Это реальные афиши 19 века с нашими афишами театральными. Пожалуйста, мы заходим здесь и видим нашу гримёрку. Так, мы проходим сюда, аккуратно здесь, скажем, здесь успешно. Итак, что происходит во времена владения усадьбой Купчихой Обидиной? Ещё раз повторяю, она хотела превратить это здание, это помещение в источник бизнеса. И поэтому она сдаёт в аренду это помещение по частям. Так вот здесь, в этом здании на углу Смелютинского переулка, она сдала помещение под магазин семян и рассады. И вот Антон Павлович Чехов в этом магазине закупал семена для своей усадьбы в Мелехово. А часть помещения она сдала под ресторан. В середине XIX века образовалось русское архитектурное общество. Ну, это прообраз нашего Союза архитекторов. И это самое общество тоже, оно было озадачено, ну, как бы, делами, да, чтобы привести всё в какую-то систему, чтобы профессиональное всё было, чтобы были заказы у них. И они придумали архитектурно-строительную выставку, постоянно действующую. Они искали помещение, в котором они могли бы презентовать свои технологии новые, материалы, дизайнерские проекты, оформить. Когда вы подходили к нашему зданию, наверное, вы видели девиз «Вера и честь». И вот я обнаружила, что вот как раз у Салтыковых-то был девиз, но это совсем другой – терпением и трудом. А у Чертковых девиза не было вообще. Не у каждой дворецкой семьи был девиз. Слоган нашего спектакля – «Святость и порог». Или «Невизмский порог» в таком варианте. Вот здесь это как раз оплот порока. Здесь локации, территория 2021 года. Позапрошлым году пилонный спорт был официально включён в реестр спортивных видов спорта Российской Федерации. Он является подразделением воздушной гимнастики. И у нас есть актриса и пианистка, которая работает в нашем театре, Ася Державина, которая является золотым призёром всероссийских соревнований, и которая нам демонстрирует, что пилон – это совсем не сфера разврата, а это потрясающий, совершенно очень красивый и очень техничный вид спорта. Литературно-художественный круг вошёл сюда уже в начале 20-го века. И именно его описывал Владимир Алексеевич Гелировский. И именно под него, как бы под впечатлением от его деятельности, он назвал этот дом «Черку в доме». Что же здесь было? Здесь действительно поначалу было литературно-художественное дело. Люди приходили, стихи читали, как-то вообще. Всё было очень культурно, интеллигентно и творчески. В конце концов, здесь, как пишет Гелировский, всё пришло в упадок, взлосов не хватало, и стали играть. Карты. Азартные игры. А азартные игры в России были заключены. Игры существовали на частных квартирах, в частных домах. То есть это было абсолютно нелегальное дело. И нелегальным оно было, естественно, и 20 дней. В общем, короче говоря, всё это дело прикрыли, и кончилось криминалом. Купчиха обидена. Понятно, что уже просто вообще ничего не светит. Продает этот дом из кулки Кепель. Это, кстати, абсолютно не нужна. Естественно, как деловой человеку современной 20 века. Понятно, что содержателя никакого смысла нет. Он её покупает. Есть проект сноса этого здания, для того, чтобы построить на его месте доходный дом. Пятиэтажный, как всем правилам. То есть это чудо. Вот то, что эта усадьба сохранилась, это чудо, которому мы обязаны, к сожалению, страшным событием Первой мировой войны. В 14-м году начиналась Первая мировая война. План Кепель не удаётся реализоваться. Он вообще постепенно, как и многие другие, сливается и эмигрирует. И дальше начинается история этого здания после 17-го года. Она тоже довольно-таки занятная. В 1917-м году здесь основался дом красных директоров. Что это такое? Это что-то типа искусственной квалификации для новояблых управленцев, которые пришли из среды не очень образованной, которые должны, так сказать, возглавить менеджмент современных уже новых советских учреждений. И курировал, что-то очень интересное, этот дом. Сосед, который почему-то, вот именно он был избран на эту функцию, Феликс Вунглич Звержинский. Как мы говорим, да, вот есть луганский древёр, а это был луганский чекист, который патронировал работу этого самого корпорока. Поэтому здесь, конечно, начался разгром-разброд и, откровенно будем говорить, разбазаривание имущества. Понятно, что здесь не сохранилось никаких интерьеров в плане мебели, да, и как-то всё это было растасканно-растащено. Сейчас в ней находится новый театр. Новый театр Эдуарда Паякова. Действительно, абсолютно новый. Мы открылись в сентябре 2022 года. Первую премьеру свою сыграли 25 ноября 2022 года. И надеемся, что наш театр вдохнёт усадьбу в новую жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.